Россиянин держал в своем подвале рабынь. Своих невольниц он казнил на электрическом стуле преступная Россия силовые структуры. Полночь 2, 25 января 2020 года мы жили как в могиле россиянин держал в своем подвале рабынь. Своих невольниц он казнил на электрическом стуле. Кадр, НТВ. Лента.ру продолжает цикл публикации о маньяках, вписавших свое имя в криминальную историю СССР и Новой России. В предыдущей статье речь шла об Александре Пичушкине по кличке Битцевский маньяк. Сегодня наш рассказ об Александре Камине, который держал в своем подвале рабынь. Маньяк заставлял их шить вещи на продажу, но главной его страстью были изощренные расправы, которые он придумывал для своих невольниц. А еще Камин мечтал о подземном царстве, в котором его рабыни рожают им и маленьких рабов. Несостоявшийся модельер. Александр Камин родился 24 мая 1953 года в городе Вятские Поляны, Кировская область, в семье простых рабочих. В детстве и юности он ничем не выделялся среди сверстников, учился средней и особых способностей и ни к чему не проявлял. С трудом окончив восемь классов, Камин решил оставить учебу и готовиться к армии, но вместо этого попал на нары. 18-летний Александр ввязался в драку, в которой два человека получили серьезные увечья, и попал в колонию по статье «Хулиганство». Отбывая назначенный ему трехлетний срок, Камин с упоением слушал рассказы своего сокомерника, который в свое время держал в неволе нескольких бомжей, которые писали иконные картины, а хозяин сбывал их за неплохие деньги. Рассказы заключенного Камину очень понравились, и он взял их на заметку. Между тем за решеткой молодой зэк, казалось, нашел свое призвание. Он трудился на местном швейном производстве, и работа его очень увлекла. Оказавшись на свободе, Камин отправился осваивать швейное мастерство в техникум, мечтал стать модельером. Но диплом модельера-закройщика не гарантировал трудоустройство. Камин работал электриком, разнорабочим, сторожем, а затем устроился кочегаром. На последнем месте работы Камин познакомился с коллегой-инженером по образованию Александром Михеевым. Вспомнив рассказы сокомерника-рабовладельца, он предложил Михееву завести собственных невольников, которые будут выращивать ягоды и овощи на продажу. Вторым источником дохода Камин планировал сделать разведение черных кошек на шкуры, чтобы потом из этих шкур делать сувениры. Гараж Александра Комина. Кадр. НТВ. К концу 1994 года бункер на глубине 9 метров был готов. Его площадь составила 15 квадратных метров. В разделенное на несколько комнат помещение вела лестница. К ней Камин провел высокое напряжение на случай, если его будущие пленницы надумают сбежать. Стены для лучшей звукоизоляции сообщники обили матрасами. Немногим позже Камин и Михеев установили в бункере столы и кровати, купили две швейные машинки и ткани, а потом начали поиск рабынь. Невольниц искали среди женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Одна из них 33-летняя Вера Толпаева встретилась Александру Михееву 11 декабря 1994 года. Первые рабыни На свою беду Толпаева сама обратилась к Михееву с просьбой дать закурить. Они разговаривались. Вскоре Вера согласилась выпить в компании Александру и отправилась с ним в гараж. Подождав, пока женщина немного захмелеет, сообщники добавили ей в рюмку клофелин. Очнулась женщина уже в бункере и с ужасом выслушала речь Комина и Михеева, которые сообщили, отныне она будет жить в подвале и шить вещи. Первой ее реакцией была попытка вырваться из плена, но силы были неравны. После, чтобы усмирить строптивую рабыню, Камин неоднократно избивал ее резиновым шлангом и железными цпями, насиловал и постоянно грожал убить. Александр Камин и Александр Михеев Кадр, НТВ Камин отправился туда в январе 1995 года и внезапно столкнулся с одним из своих бывших сокомерников Николаем Малых. По стечению обстоятельств он оказался сожителем Мельниковой. Камин предложил Николаю выпить за встречу у него в гараже и тот согласился, взяв с собой подругу. Вместе с Михеевым Камин напоил гостей водкой с клофелином, после чего Татьяну Мельникову спустили в бункер. Ее любовника они посчитали слишком опасным, чтобы оставлять в живых. Николая раздели до нижнего белья и отвезли на ближайшее поле. Его одежду подельники разбросали поблизости, чтобы изобразить, будто он в состоянии психоза сам разделся и уснул в сугробе. На окоченевшее тело мужчины спустя несколько дней наткнулись случайные прохожие, которые сообщили о находке в милицию. Задумка Камина сработала. Смерть Малых, который всегда отличался тягой к спиртному, милиционеров не заинтересовало ее списали на несчастный случай. Казнь электрика. Камин тем временем по старой схеме обрабатывал Мельникову. Измученная издевательствами женщина вскоре сломалась и стала шить халаты и нижнее белье. Ей приходилось работать по 16 часов в сутки. Хозяин требовал по 32 халата в день. Вторая пленница, Толпаева, в это время была занята обустройством бункера. В случае неповиновения Камин обещал изрезать обеих рабынь ножом. Рабочее место пленниц в бункере Александра Комина. Кадр. НТВ. Между тем одежда, которую шила Мельникова, пользовалась большим спросом на местном рынке и тогда Камин с Михеевым решили расширить производство, но для этого им понадобилась мужская сила. И тогда сами пленницы предложили привезти в бункер их давнего знакомого, который много пил, лишился жилья и был рад любому крову. Камин получил подробное описание внешности и отправился искать потенциального раба на местный рынок, но ошибся и привел в гараж другого человека. Так в бункере появился 37-летний Евгений Шишов. Мужчина имел крепкое телосложение, отслужил в свое время в ВДВ, но затем пристрастился к алкоголю и сильно сдал. Он сам спустился в бункер. Камин убедил его, что хорошо заплатит за посильную помощь. Оказавшись в западне, Шишов согласился надеть на себя кандалы, а заодно сообщил, что является умелым электриком. Он даже не думал, что этим откровением подписывает себе смертный приговор. Камин тут же сообразил, что пленник запросто отключит питание лестницы, и задумал избавиться от Шишова, казнив его на самодельном электрическом стуле. Маньяк привязал пленника к стулу, позволил ему выкурить последнюю сигарету, обмотал оголенными проводами его руку и ногу и приказал своим пленницам нажать на кнопки прикрепленных к устройству выключателей. Мельникова даже под страхом смерти отказалась выполнять требования, а вот Толпаева приказ Комина исполнила. От мощного удара током Евгений Шишов погиб мгновенно. Он выворачивал мне голову. Камин жестоко избил ослушавшуюся его Мельникову, а Толпаева, напротив, стала его фавориткой. Он даже отпустил Веру на волю, чтобы та отыскала и привела в гараж новую жертву. Женщина, на чьей совести была смерть Шишова, оказавшись на свободе, не только не пошла в милицию, но четко выполнила приказ Комина. 16 июля 1995 года Толпаева вернулась в гараж в компании 36-летней безработной Татьяны Козиковой. Та недавно освободилась из колонии, где отбывала срок за мелкое хищение, а до этого работала поваром. Попав в бункер, Козикова, как и остальные пленницы, была избита, но это не сломило ее волю. Она постоянно пыталась сопротивляться и даже защищала подругу по несчастью Татьяну Мельникову. Гей Козикова сделала самодельный оберег, завернутую в полиэтилен записку с молитвой. А узнав, что измученная рабством Мельникова задумала свести щеты с жизнью, Козикова отговорила ее от рокового шага, пообещав, что организует побег. Жертвы Александра Комина. Кадр, НТВ. Своё слово пленница сдержала, выяснив, что Камин обесточивает лестницу. Когда сам спускается в бункер, Козикова улучила момент и заперла его в одной из комнат, а сама вместе с подругой попыталась сбежать. Но Камин выбил дверь и схватил поднимавшихся по лестнице женщин. Их ждало страшное наказание. До такой степени он меня бил, что сам был в крови брызги крови, кожа лопалась. Потом он взял шланг, потом он выворачивал мне голову. Потом он свечкой поджигал мне руки. Вспоминала одна из рабынь. Но этих жестоких пыток впавшему в бешенство Камину показалось мало. Он предложил Козиковой и Мельниковой наказание на выбор либо разрезать им рты от уха до уха, либо выбить на лбах татуировки со словом «раб». Испуганные пленницы выбрали второй вариант, и маньяк изуродовал их лица наколками, кроме слова на лбу набив еще и линии слез под глазами. Татуировки рабынь долго заживали и гноились. А Камин, чтобы попытки побегов не повторялись, закрепил на стенах бункера кандалы. Отныне прежде, чем спуститься в подвал, он сигналил рабыням лампой. После этого пленницы должны были застегнуть оковы на своих шеях и руках, а затем положить ключи на стол. Бункер с огурцами. Но однажды Комина постигло разочарование. Свою помощницу Толпаевой он отправил на поиски очередной невольницы, но та внезапно исчезла. Поэтому искать новую рабыню он решил сам. В начале 1996 года Камин привел в гараж 27-летнюю Татьяну Назимову. Девушка страдала психическим заболеванием и, сбежав из дома, кочевала по железнодорожным станциям. Для работы она не годилась, но Камин сделал ее своей любовницей и стал называть Оксаной. К тому времени подпольная фабрика маньяка перешла на новый уровень, помимо халатов, его невольницы теперь шили ризы для священников, а также ткали иконы и гербы. Полотно с гербом Камин даже пытался продать сначала местной администрации, а затем не побоялся обратиться с подобным предложением и к руководству милиции Вятских Полян. Но везде получил отказ у потенциальных заказчиков не оказалось денег. Тогда, чтобы увеличить доход, Камин решил подключить своих рабынь к выращиванию огурцов в парнике. Он установил в бункере теплицу, организовал электроподогрев и довольно быстро получил первый урожай овощей. Но вскоре владелец соседнего гаража в разговоре с Камином упомянул про невыносимую жару, из-за которой даже пророс хранившийся у него картофель. После этого маньяк решил не рисковать и разобрал теплицу. К слову, ценевой заработок отнюдь не мешал Камину встать на учет на бирже труда и получать пособие по безработице. 15 часов смертельных мучений. В январе 1997 года в бункер вернулась беглянка Толпаева, с которой Камин случайно столкнулся на улице. Он сделал вид, что обрадовался встрече с ней, и предложил бывшей сообщнице вернуться в дело. Больше того, Камин пообещал Толпаеву сделать ее руководителем продаж. Обрадованная такими перспективами женщина согласилась, даже не подозревая, что Камин задумал отомстить ей за бегство. Впрочем, по другим данным, причиной расправы над Толпаевой могла стать ее попытка шантажировать Комина. Она якобы потребовала приличную сумму денег за молчание о его темных делах. В противном случае женщина грозила обратиться в милицию. Как бы то ни было, Толпаеву ждала страшная смерть, Камин долго пытал ее, бил и засовывал ей под ногти иголки, а затем приказал другим пленницам сделать ей инъекцию тормозной жидкости. Испуганные рабыни никак не могли попасть в вену, и тогда Толпаева предложила выпить яд самостоятельно. По воспоминаниям пленниц, Вера умирала в мучениях 15 часов. После ее смерти Камины Михеев сбросили тело погибших прорубь на реке Вятка. Дверь в бункере Александра Комина. Кадр. НТВ. Следующей жертвой Комина стала его любовница Татьяна Назимова. К ее психическому недугу добавился физический. Она заболела ликозом и к концу года жизни в бункере уже не могла вставать с кровати. К середине марта 1997 года маньяк задумал избавиться от Назимовой, но на ее защиту встала Татьяна Козикова. Она стала упрашивать отпустить больную невольницу, мол, из-за своих психических особенностей-то никому ничего не расскажет. Камин задумался об этом и решил выяснить, насколько адекватно Назимова оценивает происходящее. Та доверчиво сообщила маньяку, что находится на курсах кройки и шития, которые ведет преподаватель Александр Камин. После этого судьба Назимовой была решена. Маньяк несколько дней морил жертву голодом, а после насильно через воронку влил ей в рот стакан антифриза. Тело погибшей Камин решил погрузить на санки и оттащить под покровом ночи прямо под двери местного морга. Единственная идея, что сотрудники учреждения найдут покойницу прямо у дверей, забавляла убийцу. Однако до пункта назначения Камин так и не дошел. Заметив на выезде из кооператива случайного прохожего, он бросил нашу и сбежал. Александр Камин. Кадр. НТВ. Выслушав рассказ девушки о ее долгах, Толпаева предложила Ганюшкиной отправиться в гараж к своему знакомому. Камину обещала, что тот одолжит Ирине нужную сумму денег. Однако вместо этого опальная водкой с клофелином девушка оказалась в бункере. Вскоре туда пришел Камин. Отсюда выходит только вперед ногами, сообщил он новой рабыне. Но надежда на спасение появилась у Ирины, когда в подвал спустился сообщник маньяка Михеев, его пленница знала с детства. Ганюшкина стала умолять знакомого помочь ей, но тот не только отказал, но и изнасиловал невольницу. Между тем Ганюшкина, которая обладала миловидной внешностью и покладистым характером, очень понравилась Камину. 8 марта 1997 года маньяк, стремясь порадовать девушку, принес в бункер угощение и организовал праздничный стол для своих пленниц. Симпатию маньяка Кирине тут же заметила Казикова, дождавшись, пока Камину идет, она предложила Ганюшкиной быть с ним поласковее, чтобы усыпить его бдительность. Та послушалась подругу по несчастью и стала проявлять в адрес Комина знаки внимания, даже посвящала ему стихи. Читая их, он заливался слезами. Пришла в милицию, а мне никто не верит. План Казиковой удался. Камин был очарован новой швеей и стал просить Ганюшкину родить ему ребенка. Маньяк даже пытался искусственно оплодотворить пленницу при помощи шприца со своей спермой. Ганюшкина с ужасом слушала рассказы Комина о его планах. Он собирался создать под землей рабовладельческую ферму, собрать женщин, которые будут рожать и растить ему рабов. Через некоторое время девушка сумела убедить маньяка, что в бункере ребенка ей не выносить. В середине апреля 1997 года Камин выгнал из своей квартиры на улице Ленина предыдущую сожительницу и поселил там Ирину Ганюшкину. Но доверять девушке он не собирался, никогда не отпускал ее из дома одну и даже сопровождал ночью в туалет. Гуляла Ганюшкина только в сопровождении Комина. Однажды они встретили на улице родителей девушки, и ее мучитель тут же попросил у них благословения на брак. Себя он представил как электрика, работающего в местной больнице. Мать и отец Ганюшкиной дали свое согласие, даже не подозревая, что в тот момент в бок их дочери упиралась заточка. Камин боялся, что девушка поднимет крик. Через некоторое время Камин вынудил Ганюшкину забрать к себе двухлетнюю Настю и ее дочь от предыдущих отношений. Ирина быстро поняла, что ребенок станет заложником, который лишит ее шансов сбежать. Но вышло иначе, 21 июля 1997 года он разрешил Ирине одной отвезти ребенка к педиатру, а сам отправился по делам. Не задолго до этого маньяк рассказывал Ганюшкиной, что рабыни ему надоели и он собирается засыпать бункер землю вместе с находящимися там пленницами. Ирина поняла, что медлить нельзя. Он только из дома вышел, я собралась, Настю собрала. Он мне деньги оставил. И бегом на остановку сначала боялась, может он меня проверить хочет, где-нибудь стоит там. Ничего, нормально, пришла в милицию, начала рассказывать, а мне никто не верит. Вспоминала Ирина. Ганюшкина настояла, чтобы ее проводили в кабинет знакомого оперативника. Ему женщина принялась перечислять фамилии всех пленниц. И тут же узнала рабынь на находящихся под стеклом на столе и фотографиях. Толпаева, Мельникова и Казикова числились пропавшими без вести. Правда, стражи порядку особо женщин не искали, учитывая образ жизни пропавших. Решили, что те ушли в загул. Вскоре к гаражу Комина прибыла оперативная группа. Ганюшкина предупредила милиционеров, что ведущая в бункер лестница находится под напряжением. А потому они решили устроить засаду и дождаться хозяина гаража. Подземный город. Как только камин появился, его сразу же скрутили милиционеры. Он категорически отрицал, что в бункере под гаражом трудятся рабыни, и умолчал, что ведущая туда лестница находится под напряжением. Тогда один из оперативников сообщил Камину, что сейчас спустится вниз и, если он погибнет, Александра будут судить за смерть сотрудника милиции. Маньяк тут же обесточил лестницу. У освобожденных женщин выводили из подвала в темных повязках за годы неволи и их глаза отвыкли от дневного света. «Мы жили как в могиле», — вспоминали невольницы Комина. Вскоре задержали и его сообщника Михеева тот принялся оправдываться, мол, помогал Камену только потому, что тот угрожал убить его жену и детей. Впрочем, это не спасло сообщника маньяка от 20 лет лишения свободы. Из них Михеев отсидел 18 лет в Кирово-Чапецкой исправительной колонии номер 11, и к 11, а потом перебрался жить в Москву. Что до Комина, то он на суде требовал для себя прилюдной казни, вместо которой получил пожизненный срок. «Я жалею, что у нас с Иринкой не получилось свадьбы, я не женился на ней и не доделал до конца вот это все», — сокрушался он после приговора. Александр Михеев Кадр, Первый канал. YouTube. Дожидаться отправки на зону 44-летний маньяк не стал и вскоре после суда свел счеты с жизнью в изоляторе. Получилось так, что свое последнее пристанище Камин нашел рядом с могилой отца своей жертвы Татьяны Козиковой. Впрочем, сам маньяк представлял место своего последнего приюта несколько иначе, подземный город. Говорил, «Сделаю. Что будет огромное количество людей. Я сделаю себе гроб со стеклянными окошечками, и будут они, дети Комина, приходить и смотреть на меня. Выкачаю воздух из гроба, и я буду всегда целой. Рядом посажу, как символ, говорит, яблоню», — вспоминал о безумных мечтах Комина его подельник Михеев. Ирина Ганюшкина сменила фамилию и навсегда уехала из Вятских полян. А получившие свободу Татьяну Мельникова и Татьяна Козикова так и не смогли адаптироваться к нормальной жизни. Первое время женщины пытались искать работу, но бывших рабынь никто не хотел брать в штат. Порой им не оставалось ничего другого, как питаться отходами, которые они находили на помойках. На воле обе прожили немногим больше семи лет, после чего скончались от сердечных приступов. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес. Анна Комиссарова